АПЛОДИСМЕНТЫ В этом году их 29. Сегодня в первой школе чествовали выпускников. Этот особенно неповторимый праздник последнего звонка. В этот день все школы стараются сделать все возможное, чтобы праздник последнего звонка запомнился выпускникам на всю жизнь. 11 лет они вспыхивали яркими искорками на уроках, блистали на олимпиадах, сверкали на школьных мероприятиях. Сегодня все только для них. И цветы, и поздравления, и песни. Пожелания прозвучали от первых учителей. Вы нас, учителей, не забывайте. И приходите к нам всегда, как к себе, домой. Пусть жизнь ваша течет обильно. Дерзайте, любите, творите и заполните. Выше вас только слезы. Первый раз пришли ко мне в класс. Как вы держали на своих маленьких мучках в первом букете своей. Как вы открыли первую букварь. Как вы вводили эту буковку в тетрадках. Сегодня вы последний день в школе. Впереди у вас поиски, слуху счастья, надежды, мечты. Поздравление от первоклашек и сюрприз от учителей школы. И это только начало праздничного мероприятия. Праздник продолжился до самого вечера. В православной гимназии РУХС в этом году 21 выпускник. Праздничное мероприятие прошло в киноконцертном зале Чермен. Выпускники подготовили насыщенную и интересную программу. Вся школа, начиная с первоклашек и заканчивая выпускниками прошлых лет, поздравляли сегодняшних виновников торжества. Вспоминали школьную жизнь. На экранах мелькали кадры школьной жизни. Марианна Чочева, Регина Черткоев, Арнольд Харепов. Информационный выпуск сегодня. Последний школьный звонок и напутственные слова сегодня звучат во всех школах республики. Выпускники прощаются со школой, а учителя и родители поздравляют уже повзрослевших детей. Одна из самых старых школ города, Вторая Гвардейская, хранит традиции. Как и в самый первый свой выпуск, так и по сегодняшний день торжественная линейка, а дальше праздничный концерт. В этом году Вторая Школа отмечает 84-й выпуск. Выпускники – это частичка души учителя, которую они вкладывают в каждого школьника. Последний звонок – это трамплин во взрослую жизнь для каждого выпускника. Директор Второй Школы Ольга Михайлиди поздравила всех с началом взрослой, самостоятельной жизни. Это школьная площадка, помнит большое количество выпускников аж 1934 года, но в 1934 году, конечно, выпуска еще не было, но первые выпуски начались с 1936-1937 годов. Ребята, мальчики, девочки, каждый выпуск – это кусочек истории школы, кусочек сердца учителя. Удачи, поддержки, всегда, чтобы на вашем пути, что планируется, сбудется. По традиции первоклассники рассказывали стихи, поздравляли выпускников и провожали их в добрый путь. Перед вами быстрое вознесение о вашем пути, мы вам на первом классе! Первый человек приходит в школу за спиной усак тяжелый, здесь герцог, тетрадь, линейка и часы на батарейках. У выпускников свои порядки, в школу приходят с одной лишь тетрадкой, ведь чтобы учиться на 10, нужно силы сохранять. Так же, как и во всех школах республики, последний звонок прозвенел и для выпускников шестой школы. В этом году здесь около 70 выпускников, впереди у них выпускные и вступительные экзамены, а самое главное – взрослая жизнь. Учителя шестой школы будут любить и помнить о вас. Мы желаем вам очень больших успехов в жизни, мы думаем, что вы их добьете, потому что каждый из вас – большая личность. Песни, цветы, поздравления сегодня – все самое лучшее в их адрес. С трепетом сегодня каждый из них смотрит на школу, где провел 11 лет. Лена Газаева, Альдина Чухоева, Александр Икаев. Информационный выпуск «Сегодня». В далеком 2010 году сегодняшние выпускники стояли у порога школы, не совсем осознавая, что их ждет впереди. Но не успели они оглянуться, и вот они уже выпускники школы. Сегодня они последний раз одели белые банты, рубашки и фартуки. Торжество, посвященное выпускникам средней школы номер 12, началось с государственного гимна. В этом году стены этой школы покинули 20 выпускников – 11 мальчиков и 9 девушек. В мероприятии принимали участие первоклассники, учителя, родители и, конечно же, виновники торжества. На праздник были приглашены представители руководства республики. Уважаемые выпускники, уважаемые педагоги присутствующие, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с окончанием школы. При этом хочу напомнить, что то, каким образом в дальнейшем сложится ваша жизнь, зависит от вас. Поэтому я вам желаю проявить в дальнейшем все свои лучшие качества, упорство. Ничего не достается просто так, нужно трудиться, трудиться много. Желаю вам достичь вашей цели, больше радости в жизни. Будьте здоровы и счастливы. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить ученика вашей школы, волонтер Покоев Арсен Людвигович, ученик 7-го А-класса 12-й школы. В этот день было сказано много приятных слов в адрес учеников, их родителей и педагогов, которые приложили много усилий в воспитании молодежи. Уважаемые выпускники, уважаемые, дорогие наши учителя, предметники, которые с первого класса преподавали вот в этом прекрасном классе. Разрешите, уважаемые родители, уважаемые гости, от вашего имени поздравить наш выпуск 21-й, пожелать им хороших дорог, успешного поступления в вузы, окончания и чтобы родители нашли в жизни. Удачи вам и попутного ветра. Последний звонок прощаний с детством. Этот этап в их жизни закончен. Незабываемые, счастливые и одновременно сложные школьные годы. Хотя немного грустно от осознания того, что заканчивается важный жизненный этап, но предвкушение колоссальных перемен способствует позитивному настроению. День, конечно, очень важный. Важен для каждого выпускника. Не хочется покидать школу, но хочется идти вперед знания. Поздравляю всех своих одноклассников с этим знаменательным днём. Вчерашние школьники на протяжении многих лет будут вспоминать свои школьные годы, успевших уже стать родными одноклассников и учителей и, конечно же, этот знаменательный день выпускной. Сегодня с родной школой попрощались и 11-ти классники средней школы номер 5. В пятой школе 53 выпускника. Среди них отличники учёбы и медалист. Директор школы Мадина Туаева поздравила всех выпускников с этим знаменательным днём. Я хочу отметить, что выпуск очень хороший. Здесь у нас два класса – А-класс и Б-класс. У нас есть одна медалистка. У нас есть отличники учёбы 7 или 8. Хорошистый. И вообще я довольна этим выпуском, потому что они трудолюбивые, работоспособные и учатся очень хорошо. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех выпускников Южной Осетии с сегодняшним днём. Сегодня во всех школах праздник. И я хочу, чтобы дорога их была счастливой, в добрый им путь. Ну вот и всё. Закончилась школьная пора. Сегодня выпускники школ республики попрощались с беззаботной жизнью. Дальше их ждут экзамены, после они поплывут в большое плавание под названием «Жизнь». Я очень рад, что закончил школу. Но если всем, мне немножко печально всё-таки. А не отец ходил. Все родные стали, учителя, ученики мои, товарищи из школы. И учителям, и директору, и всем, кто работал в этой школе, и медсестре, и всем-всем-всем-всем. Огромные слава благодарности. В завершении мероприятия выпускники расписали друг другу рубашки и фартуки. Все воспоминания о сегодняшнем дне сохранят именно эти расписанные сорочки и передники, которые выпускники будут хранить всю жизнь. Агунда Губозова, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск. Сегодня. Подарки, цветы и слова поздравлений. Для Государственного лицея искусств в этом году это 21 выпуск. Здесь два выпускных класса. К проводу своих воспитанников руководство школы подошло, как всегда, нестандартно. И организовало интересное мероприятие, полное радостных и положительных эмоций. Главными действующими лицами которого стали 34 выпускника. Именно столько их в лицее в этом году. В этот день обошлось без слез. Их не сдерживали даже ребята. Выпускники вспомнили безвременно ушедших из жизни преподавателей лицея и почтили их память минутой молчания. С праздничным днём ребят поздравили их классные руководители и заместитель министра образования республики Илиса Гоглоева. Дай Бог, чтобы они обрели мудрость. Я от души пожелаю им всем стать мамами и папами, бабушками и дедушками. От души пожелаю, чтобы всё в жизни у них было хорошо. Мы будем стараться, как старшие поколения, направлять их. Но впереди их ждёт учёба. И дай Бог, чтобы они все пока хорошо устроились, чтобы они на избранном поприще наконец достигли определённых высот. В этом году в 11-й средней школе имени героя Советского Союза Алексея Устаева четыре выпускника. На торжественной линейке выпускников провожали всей школой. Стихотворения, песни, танцевальные номера – всё в этот день было посвящено главным героям. С праздником всё ещё учащихся школой поздравили гости. Стихотворения, песни, танцевальные номера – всё в этом году. В копилке выпускников школы много наград со школьных и республиканских конкурсов и олимпиад. Классный руководитель выпускного 11-го класса Рита Джикаева пожелала успеха выпускникам школы. Стихотворения, песни, танцевальные номера – всё в этом году. Эльвира Дебилова, Айда Кочева, Оксана Таттаева, информационный выпуск «Сегодня». Волнительный и долгожданный день для всех выпускников. Сегодня сотни школьников во всей республике распрощаются со школьной скамьёй. И как бы они ни мечтали об этом дне, тень грусти будет их сопровождать. Сегодня выпускники перешагнут важной жизненный рубеж. Окончание школы – это некая тонкая нить, разделяющая жизнь на до и после. В такой ответственный день выпускники находятся в центре внимания. Торжественную линейку в общеобразовательной девятой школе начали с государственного гимна и продолжили исполнением гимна своей школы. Для учеников школы-интернат сегодня тоже прозвенел последний звонок. С этим знаменательным днём их поздравил директор школы Руланд ТДФ. Продолжение следует... После этого слово было предоставлено земле Кумаритовой, внучке известного осетинского просветителя Кима Кумаритова, чьё имя носит школа-интернат. Семья Кумаритовых не оставляет без внимания воспитанников и в такой ответственный для них день выступила с поздравительной речью. Я вас от души поздравляю. И огромное спасибо всему педагогическому коллективу школы-интернат за вашу поддержку, за ваше отношение к вот этим детям. Огромное спасибо. Харибовой Марине Чермене, Каевой Милене. Дети их очень любят. Т.е. Руланд Христофорович, я вас очень уважаю. Огромное вам всем спасибо. Бывший выпускник школы-интернат, председатель парламентского комитета Ацамас Бибилов тоже не мог не поздравить юных выпускников на пороге новой жизни и отметил, что гордится тем, что учился в этой школе. Музыка-интернат, председатель парламентского комитета Ацамас Бибилова. От имени премьер-министра республики Геннадия Бекоева прозвучали поздравления. Я уверена, что у вас у всех очень большое будущее. Вы будете помогать нашей стране развиваться и процветать, занимая руководящие должности. Кто-то из вас будет прославлять нашу страну на спортивной арене. Кто-то будет лечить людей. Всегда осознавайте вашу значимость в деле улучшения качества жизни нашего общества. Атмосфера в школе царила праздничная. Выпускники исполняли песни, играли в постановках и весело провожали свой последний школьный день. Музыка-интернат, председатель парламентского комитета Ацамас Бибилова. Это нелёгкий эмоциональный день для всех – выпускниковых, родителей, учителей. В ходе торжественной линейки выпускникам было сложно сдерживать слёзы. Зачастую те, кто громче всех кричат о желании окончания школы, больше всех потом и скучают по ней. Школьные связи – это навсегда. И ласковые детские сердца так легко привязываются к окружающей обстановке и своим учителям. Музыка-интернат, председатель парламентского комитета Ацамас Бибилова. Из-за карантинных мер в минувшем году последний звонок прозвенел в Южной Осетии не так, как хотелось прошлогодним выпускникам. Поэтому в этом году детям, можно сказать, повезло. Выпускники и преподаватели с трудом сдерживают эмоции. То, что последний звонок всё же состоялся для сегодняшних выпускников – двойной праздник. Это очень важно. Давайте начнём срочно срочно сдерживать. Мы приезжаем довольно жены от своего рода. Мы приезжаем на деревьяhmин, которые в учебном школе это важно. В такой прекрасный день полный надежд и стремлений юных сердец остается пожелать им всех благ и в добрый путь. Марьяна Чочиева, Александр Кукоев, Заримар Слоева. Информационный выпуск сегодня. Тогда все было впереди. Первая учительница, первый звонок, первое прочитанное слово. Но вот уже звенит последний звонок и в прошлом остается школьная жизнь. Праздник собрал сегодня учителей, выпускников, родителей и всех учащихся гимназии Альбион. Вся гамма отношений между педагогами и школьниками прозвучала в виде музыкальных номеров. Атмосфера праздника проникла в сердце каждого из присутствующих и в каждом номере в исполнении выпускников чувствовалась неподдельная искренность. С трогательными напутственными словами выступили классные руководители двух выпускных классов и директор школы. Очень тяжело каждый год расставаться. И каждый год, я говорю, вы самые лучшие из всех выпусков Альбионов. Они на самом деле самые лучшие бывают в конце каждого года. Нынешние 44 выпускника, наши девочки и мальчики, все один к одному. Да, некоторые, может быть, звезд неба не хватали. Ребята, правду скажут, не все у нас золотые и серебряные медалисты, но самое главное, товарищи, они люди. Последний звонок сегодня прозвучал и в школе «Эрудит». Здесь в выпускном уготовились задолго до праздника. Первоклашки пожелали выпускникам всегда хранить в себе частицу детства и не забывать родную школу. Я тоже буду выпускник еще чуть-чуть и встану взрослым. Я прочитаю много книг, найду ответ на все вопросы. Я выучу 500 поэм и миллион стихов в придачу. Я докажу статье Альбом, решу все сложные задачи. Позади годы учебы впереди серьезные испытания. Уже на следующей неделе начинаются выпускные экзамены и определение дальнейшего жизненного пути. Десятая средняя школа в этом году также провожает своих выпускников. Пусть выбор ваш будет правильным, а знания, полученные в школе, помогут добиться задуманных целей. Такие были напуственные слова директора школы. В этот особенный день счастья, здоровья. Желаю успешно сдать экзамены. Желаю каждому из вас найти свое место в жизни. Выпускники этой школы уже определились с будущими профессиями. Впереди их ждут вступительные экзамены. Все выпускники собираются поступать в наш Югостинский государственный университет. Яна Плевазис, Багаев Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня. Под звуки государственного гимна встречали выпускников школ с Наурского района. В этом году в Бекмарской средней школе всего один выпускник – Алан Джагаев. Много теплых напутственных слов было сказано в адрес выпускника. «А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, казнить Наташку, дергать за косу, на самокате учаться по двору». День прощания с детством и вступление во взрослую самостоятельную жизнь отметили педколлектив и учащиеся Таригуанской средней школы. А в этой школе в этом году четыре выпускника. Из Таригуанской средней школы вышло немало именитых людей, которыми гордится вся Осетия. Много разных интересных номеров было подготовлено учащимися младших классов. Не обошлось и без традиционно школьного вальса. А в Знаурской средней школе в этом году семь выпускников. В адрес любимых преподавателей было сказано немало теплых слов. Из уст выпускников звучали слова благодарности за их труд и терпение. С выбором будущей профессии ребята уже определились. Среди сегодняшних выпускников большие достижения в сфере спорта есть у Родиона Джоева. Он является чемпионом мира по армрестлингу среди юношей. Поздравляю всех выпускников. Желаем им удачи, счастья, сдать хорошие экзамены, поступить все в те места, которые они хотели, а также много-много положительных моментов в жизни. И поздравляем с выступлением во взрослую жизнь. Я буду поступать в Казанский университет на факультет международных отношений. Я буду поступать в медицинский вуз. Директор школы Валентина Хугаева, поздравляя своих выпускников с такой важной датой, с окончанием школы, отметила, что как родителям, так и преподавателям важно услышать об успехах и хороших поступках своих подопечных, которым они на протяжении 11 лет отдавали свои знания. Я их сегодня поздравляю с окончанием средней школы. И не только своих выпускников, но и всех выпускников Республики Южная Осетия. Я желаю им здоровья, мирного неба, а также приобретения истинного человеческого счастья и счастья вере в свои собственные силы. Слова на пусть и добрые пожелания в адрес виновников сегодняшнего торжества сказал и глава администрации из Наурского района Олег Сюкаев. Всего по району 13 выпускников. Впереди их ждут экзамены. А сегодняшний день останется в их памяти и сердцах, потому что они простились с детством и вступили во взрослую жизнь. Алена Алтева, Заурустаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Выпускники школ Цхимвальского района сегодня попрощались со школой. Многие из них еле сдерживались слезы. Привычный образ жизни, расписанный по минутам, с уроками, переменами, домашними заданиями уже закончился. Сегодня они вспоминали, как первый раз пошли в школу, сели за парты, получили первые двойки, нашли первых друзей. 11 лет, как одно мгновение. Все внимание сегодня выпускникам. Поздравления и, конечно же, пожелания первоклашек. Ушли из школы навсегда, поет душа выпускникам. Ура, выпускникам, ура! Успехов тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи. Узнание больших, ни родних, поможет решить все задачи. Ура, выпускникам, ура! Со слезами на глазах наблюдали за выпускниками родители. Казалось бы, только вчера они привели их в школу, маленьких, смешных, озорных. А сегодня они уже выше их ростом. Все эти долгие 11 лет рядом с сегодняшними выпускниками были их учителя. Помогали советами, воспитывали, порой ругали, но любили. Ура, выпускникам, ура! 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 От имени главы нашего государства Анатолия Ильича Бибилова выпускников поздравил председатель комитета связи и массовых коммуникаций Хасан Гигулаев. Анатолия Ильича Бибилова выпускников поздравил председатель комитета. В Сатикарской средней школе сегодня особенный праздник. Здесь собрались выпускники 1981 года. Прошло ровно 40 лет с того дня, когда они вышли из стен этой школы. Одна из них – нынешний директор Сатикарской школы Рита Вазагова. Они поздравили выпускников с окончанием школы и сделали им памятные подарки. Ильича Бибилова выпускников поздравил председатель комитета. Несмотря на конец учебного года, нет времени на отдых. Впереди выпускные. Сегодня в Дзавской средней школе прозвенел последний звонок. На торжественной линейке стояли 13 красивых и нарядных выпускников. Впереди – экзамены и поступления в ВУЗы. А сегодня в адрес ребят звучали поздравления с окончанием школы и наставления. Выпускников поздравил директор Завской средней школы Алан Санагоев. Слова поздравления прозвучали и от бывшего выпускника Завской средней школы Мурата Джоева. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и удачи во взрослой жизни. От имени родителей ребят также поздравил Мендий Кочиев. Он пожелал выпускникам не сворачивать с намеченной цели достичь больших высот в будущих профессиях, оставаться честными и достойными людьми. Продолжение следует... Также выпускников с окончанием школы поздравили первоклашки. Праздничное мероприятие завершилось традиционным массовым танцем «Сим» и для выпускников прозвенел последний звонок. Яна Плийвалиана Тедеева. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня для пяти выпускников Ленингорская русская школа одновременно и радостный и грустный день. Радостно им от того, что их ждёт новая взрослая и интересная жизнь. И в то же время грустно, что они покидают родную школу, где учились, набирались знаний в течение 11 лет, обрели друзей и провели своё детство. В добрый путь с наилучшими пожеланиями проводила их директор школы Лали Бетарова. От того, на какой путь встанете, от того, какой жизненный путь вы выберете, зависит и наше будущее, будущее нас. Вы – наша замена. И мы надеемся, что наше будущее будет светлое благодаря вам. Получить образование, реализовать себя в профессии семьи, выстроить карьеру и обрести новых друзей, поплатить самые смелые и интересные замыслы и проекты и всегда достойно представлять свою родину и школу. Ведь именно сегодняшние выпускники – будущее нашей республики, отметил глава администрации Ленингорского района Владимир Гулев, обращаясь к выпускникам. Детям хочу пожелать светлого будущего и чтобы вы выбрали именно ту профессию, которая принесёт не только вам благо, но и благо той родине, той земли, на которой вы живёте и выросли. Дай Бог вам всем здоровья, прекрасного будущего и желаю, чтобы вы, выучители, обратно вернулись в ваш район. Поздравили ребят с окончанием школы и почётные гости. В их числе – замминистра экономического развития Руин Кузаев и депутат парламента Заза Тряев. Наше будущее зависит от вас. И мы хотим, чтобы вы были счастливы, чтобы ваше продвижение было вперёд. И чтобы все святые Осетии вам помогали. Я хочу вам пожелать, чтобы все жизненные, самые главные теории в жизни вы преодолевали и решали. Все задачи трудные, которые перед вами будут стоять, чтобы вы их решали. Я вас поздравляю, мои дорогие. Вы очень красивы и будьте всегда красивы в жизни. Хочу, чтобы вы помогли нам всем поднять этот район на достойное место. Учителям терпения, родителям тоже. Ещё раз хочу вас поздравить с таким праздником, пожелать вам удачи и добрый путь. Спасибо. На торжественную линейку пришли все, кому дорогие эти ребята. Желали им добра, правильных решений во взрослой жизни. Чтобы они достойно представляли нашу республику, где бы ни находились. В их числе и классная руководительница выпускников ЦАЛа Дряева. Уважаемые гости, я больше чем уверена, что эти пятеро выпускников 21-го года Ленингорской русской средней школы, они оправдают наше доверие и доверие всей оседии. Мы готовы уйти во взрослую жизнь, с головой окунуться в мир возможностей и ответственности. Но нам не страшно. Мы знаем, что там будет так же интересно и ярко, как в школе. Конечно, если правильно планировать время, окружать себя только достойными, верными, любящими людьми. Выпускников поспешили поздравить на ученики начальных классов. Как в их честь звучали стихотворения. Поздравляем вас с окончанием школы. Сегодня ваш праздник. Последний звонок. Последний звонок на последний урок. Сегодня выпускники пели прощальни со школой песни. Далее звонко зазвенел традиционный последний звонок. В добрый путь с наилучшими пожеланиями проводили выпускников грузинской средней школы. В этом году в этой школе 9 выпускников. Пожелаю сбыться вашим мечтам. Не отступать от целей ни в большом, ни в малом. Чтобы не было в вашей жизни горечи и разочарований. Жить с достоинством. Достижение новых вершин, преодоление преград. Самое главное на путстве выпускникам от главы Ленингорской районной администрации Владимира Гулева. С сегодняшнего дня самостоятельно встаете на свою дорогу. Вы выберите тот путь, который завтра уже будет вас характеризовать. Тот путь, который вложили вас учителя, чтобы он горами прошел. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам счастья. С праздником вас еще раз. И низкий патрон учителя. Выпускников грузинской средней школы также поздравили замминистра экономического развития Южной Осетии Руин Козаев, депутат парламента Заза Тряев и представитель МВД Петр Татаев. И всем вам желаю всего хорошего. Поздравляю учителей школы, которые 11 лет вместе с вами трудились, обучали вас хорошему. Я больше чем уверен, что обучили и всех присутствующих родителей, чьи присутствуют, и вас тоже поздравляют, с окончанием школы ваших детей. Среди выпускников школы и воспитанники Ленингорского детского дома. Директор этого заведения Дзираса Габараева, в свою очередь, тоже поздравила своих воспитанников. Пожелала им всего самого наилучшего. А главное – найти себя в жизни, не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к большему и лучшему. В добрый путь, мои хорошие, чтобы у вас все было хорошо. Радуйте нас вашими успехами, вашими удачами. Пусть у вас все получится. Вместе с выпускниками грузинской средней школы сегодня во взрослую жизнь вступили и двое выпускников и Котской средней школы. Первоклашки с радостью приняли участие в сегодняшнем мероприятии. Глаза их сверкали, глядя на виновников торжества, для которых через пару минут закроются школьные двери. Всего по Ленингорскому району в этом году 25 выпускников. В районе в этом году 25 выпускников. Из них 9 – это в грузинской школе, 5 – это русская школа, остальные – тенагарская зона и плюс 2 – выпускника у нас в икотской школе. К сожалению, чтобы одновременно поприсутствовать во всех школах, по времени у нас не получается. Но отсюда могу всем пожелать доброго пути в взрослую жизнь.